Музыка За два года участия в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» в регионе отремонтировано 97 участков автомобильных магистралей общей протяженностью почти 220 километров. 2019 год особенный для дорожной отрасли и для всех пользователей дорог тем, что стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Президентам поставлены очень высокие амбициозные задачи по приведению дорог в нормативное состояние. Знаю, что к концу реализации проекта не менее 50% дорог должно быть в нормативе на региональной сети дорог. С одной стороны, вроде 50% цифра такая не очень впечатляющая, но надо смотреть на то, с какой стадии стартовали субъекты до доведения вот до этого показателя. Кроме этого, регион получил уникальный опыт, который ляжет в основу теперь уже национального проекта. В ближайшие шесть лет в дорожной сфере должны произойти значительные изменения. Как повысить безопасность, всех участников дорожного движения обсудили на конференции «Интеллектуальные и транспортные системы России». Сегодня в целом, по заданию президента, в соответствии с указом, который был в мае 2018 года, все отрасли должны применять обязательную цифровизацию. На территории региона мы уже давно владеем частью технологий, компетенции. Это связано, прежде всего, с безопасностью дорожного движения. Уже семь лет мы работаем в сфере организации дорожного движения и фиксации правонарушения на автомобильных дорогах. Эта система зарекомендовала себя с положительной стороны. Нам удалось достичь существенного снижения аварийности, снижения дорожно-транспортных происшествий. Но, конечно, самая главная цель, о которой, в принципе, и о которой поставил президент Российской Федерации задачу, это снижение смертности экономики. Задача эта комплексная. И один из возможных подходов решения, достижения этих целевых показателей, это внедрение на автомобильных дорогах, интеллектуальных транспортных систем по разным направлениям. Для того, чтобы управлять транспортными потоками, управлять движением общественного транспорта, реализуются комплексные схемы организации дорожного движения. Это выставка «Страшный сон водителя-нарушителя». Со всех сторон комплексы видео и фотофиксации, камеры наружного наблюдения, объединенную в общую сеть, светофоры и мелькающие регистрационные номера, с легкостью выхватываемые из потока автомобилей. Все это элементы внедрения информационных технологий в транспортно-дорожные системы. Сегодня на повестке в субъектах стоит задача не только новое, но и развитие текущего, и именно интеграция, чтобы в конечном счете выйти на единую систему и единоситуционные центры, если хотите, управление городским хозяйством, в том числе и транспортом. Безопасность на дорогах начинается с соблюдения ПДД. В помощь сотрудникам ГИБДД враг номер один для лихачей – переносной комплекс видео и фотофиксации. Снижение средней скорости на дорогах, даже на локальном участке, это и является, собственно говоря, залогом успеха к тому, чтобы снизить аварийность. Новое время диктует новые требования. Рядом с уже привычной камерой – новый аппарат, вычислить который антирадаром не получится. Принцип работы не предусматривает радиовол. Самый первый тот же комплекс «Паркрайт» появился в Ульяновске. Тогда нас местный САФА попросил о том, чтобы мы предоставили некое мобильное решение для работы именно на каких-то участках дороги, которые можно было бы легко перемещать. И были малозаметны. Собственно говоря, у нас уже было такое решение готово. Мы его на тот момент обкатывали в Москве. Но, тем не менее, московский опыт – это немножко другое. А опыт в регионах, он накладывает свой отпечаток. И это было очень важно, потому что его надо было транслировать в дальнейшем на другие наши регионы. Кроме этого, новый аппарат позволяет закладывать в него не только скоростные параметры. Устройство свободно подстраивается и под фиксацию других нарушений. Соответственно, оператор может выбрать в зависимости от места, где какая скорость разрешена, эту скорость, допустим, 70 километров назначить ее. Таким же образом он может разметить участок в зависимости от того, какое правонарушение он будет регистрировать. Общая картина организации дорожного движения в Ульяновске представлена на отдельном стенде. Камеры высокой четкости с круговым обзором и приближением выводят безопасность на новый уровень. Всего их 6902. Установлены на более чем 730 объектах. При необходимости существует возможность фильтрации объектов по группам. Можно отдельно выбрать остановки, перекрестки, образовательные учреждения. Также существует такая возможность, как у нас и у правоохранительных органов, так как у них есть также доступ к этим камерам, просмотреть камеры в архиве. То есть там также они выбирают определенный промежуток времени, который их интересует. Кстати, в апреле ожидается традиционное ограничение проезда грузовиков. Контроль за этим в скором времени тоже можно будет возложить на интеллектуальные системы. Мы должны построить автоматическую систему весогабаритного контроля. У нас, как я уже сказал, есть наработки. В этом году мы ставим для себя задачу спроектировать эту модель и уже с 2020 года внедрять на автомобильных дорогах Ульяновской области. От дорог и транспорта личного к системе общего контроля за движением транспорта общественного. ГЛОНАСС нового времени в ближайшем будущем позволит контролировать весь процесс городских пассажирских перевозок. Массовое оснащение наземной техникой и оборудованием ГЛОНАСС проходило еще порядка, наверное, более 10 лет назад, такие первые решения. Решения, которые отвечают за управление дорожным движением, за светофорными объектами, мониторинг транспорта, в том числе и коммерческого. Первая такая волна, она проходила, ну, так же, где-то 9-8 назад. И субъекты России в разных регионах, в разной степени развивали те или иные системы. Мы разрабатываем систему региональной инновационно-информационной системы, которая объединит в едином окне, в едином комплексе весь пассажирский транспорт в Ульяновском окне. Это, в свою очередь, накладывает определенные обязательства на перевозчиков. А такое пристальное внимание к транспорту потребует от них очередных затрат, которые, возможно, будут восполнены из кошельков ульяновцев при помощи очередного повышения цены на проезд. При этом, по мнению горожан, баланс параметра цена-качество не выдерживается. Нет, как и был, так и есть. Ничего, никакого не качества, ничего. Хорошо, что свободные места были, а если места нет, то стояли, пожилые стояли, без места. Нет, какое качество? Вы о чем спрашиваете? Маршрутки все разваленные, особенно, обратите внимание, на 69-ку. Это же вообще кошмар. Ну, а мы на пенсии получаем. Что мы пенсию получаем? Мало же. Нам, конечно, на маршрутке дорого, а на трамвае далеко. Водители вежливые, сдачу дают, мы передаем. Ну, как всегда, не хватает маршруток на трассах, потому что переполнены они. Городская дума готовит законопроект об усилении контроля качества перевозок. Он обяжет перевозчиков вносить данные в обязательную муниципальную систему ГЛОНАСС. Утверждается, что после этого за неоднократные нарушения транспортного режима можно будет влиять на владельцев маршрутов. Нарушение и непредоставление данных в планируемую систему слежения за транспортными средствами станет основанием для отзыва лицензии. Рассмотрение этого закона планируется на апрель. Если уж перевозчики идут на повышение тарифа и каждый раз мотивируют это тем, что для того, чтобы качественно осуществлять обслуживание, необходимо, чтобы тариф был определенного размера, то должна быть вторая сторона повышения ответственности и выполнения своих обязательств. Что приятно, и это отмечают эксперты, Ульяновская область является одним из лидеров в деле развития IT-сектора, что в свою очередь положительно сказывается на опыте специалистов, которые осуществляют разработки в том числе и на рынке внедрения современных технологий в транспортную систему. У нас в регионе порядка 15 компаний, которые разрабатывают приложения, которые являются интегратором по тем или иным решениям. В частности, мы сегодня уже сотрудничаем с научно-производственным обвинением «Марс». Это еще и в советское время был высокоинтеллектуальный коллектив. Сегодня четыре, как минимум, телекоммуникационные компании Ульяновской области принимают участие в реализации проекта фото-видео, фиксации нарушения правил дорожных движений, видеонаблюдения за дорожной обстановкой. Поэтому мы видим большой потенциал в новом развивающемся секторе экономики и уверены, что Ульяновская область займет достойное место данным сегментом. Все вышеперечисленные меры призваны сформировать в России единое цифровое транспортное пространство, сделать пассажирские и грузовые перевозки безопаснее, удобнее, доступнее, что в свою очередь позволит снизить издержки, а также расширить экспортные и транзитные возможности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok